Что за лысый зэк сейчас сидит и пытается сделать вид, что умеет играть на гитаре? Ребята, всем салют! Добро пожаловать в Хижину Музыканта! Несмотря на то, что уже полгода я служу в армии, Хижина продолжает радовать вас качественными каверами и разборами этих самых каверов. Вчера вот под ноль подстригся, чего не делал еще самого КМБ. Но у нас сегодня ответственное дело. Вторая часть разбора песни Мияги и Эншпиль Файмен. Первую часть найдете в описании, в подсказках или прямо на канале. Сейчас повторим то, что мы прошли в прошлый раз и уже приступим к припеву, на котором мы остановились. Очень мощный припев. Поехали! Замкнутыми стенами добила та печаль, Кулю небедом налегая налетай, Силы забирала, забирала санчай, Но мне тебя мало, моя бэйби, давай достанем до звезд, так это потому. Музыку любовь не отдам никому. Крики до теплов раздувала пожар, Огради меня мелодия от этого кошмара. Но мы вместе не бойся, Камань, камань, не беспокойся. Закрывая глаза, представляю без уст, Это мой комтанн, это комтанн. Это мой комтанн, это комтанн. И пульс уловила меня перелистай, Согревала зарева, причина проста, Огреба ловила мою суть на листа, Это мой комтанн. И ума дрэджи мунань, камань, камань,ere Маќа, куэзи шоѓя, это ума, Маќа, куэзи шоѓя, и са ума. Маќа, аќа, аќа, куэзи маќ, Посмотрим припев. Играя таким вот боем. Ну наклони, герои, ну че ты. Очень часто его разбирал в латинских каверах. Ну показывал, имею ввиду. Поехали. Удар вниз. Потом идет хлопок или заглушка по вашему. Есть урок по этому приему в интернете. А точнее у меня на канале ищите. Удар вниз. Хлопок вверх. Хлопок вверх. Ну то есть заглушка вверх. Первый удар. Первый элемент. И третий у нас звучит дольше всего. То есть вниз. Хлопок вверх. Вверх и вниз. Они звучат дольше. То есть смотрите. Хлопок вверх. Хлопок вверх добили. И соединяем. Низ. Вверх. Низ. Вверх. Ускоряем. Вот и все. Это бой, который нужно использовать в припеве. И самое главное, сейчас мы научимся петь эту песню. Возможно, у вас не получается петь. Не знаете, как начать петь, как в ноты попадать. Сейчас я буду показывать мелодии. Куплета и припева. То есть в нотах, как они выглядят. То, что нужно петь. Берем на второй струне третий лад. Эту ноту запоминаем. Она здесь только нужна. На третьей струне четвертый и второй лад зажимаем. На четвертой струне зажимаем пятый. Четвертый и второй лад. На пятой струне только пятый лад. И он понадобится один раз только в припеве. Сейчас медленно пропою мелодию куплета и припева, проигрывая эти ноты. Вы повторяйте за мной. Если что, останавливайте и прокручивайте назад. Если что. Поехали. То есть берете нотку. Вот. Четвертый лад третьей струны. Замкнутый. Замкнутый. И пытайтесь голосом найти эту ноту, пока не сольетесь с ней. Замкнутый. 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 Стенами давила та печаль. Коли невидом налегай, налетай. Силы забирала, забирала санчайн. Но мне тебя мало, моя бэйби, Давай достанем до звёзд, так это потому. Музыку любовь не отдам никому. Крик это теплом раздувало пожар, Огради меня мелодия от этого кошмара. Но мы вместе, не бойся, не беспокойся, Закрывая глаза, представляю без устали. Really, really, really love. Закрывая глаза, представляю без устали. Really, really, really love. Это мой комптон, это комптон, это мой комптон, это комптон. И вот пошёл припев. И у нас дальше идёт скачок от ноты ми до ноты ре на второй струне. На пятую один раз, да? Ребята, ну а на самом деле, как петь? Как петь красиво? И вы пишите, как петь, ну вот как я, ну то есть как, да, автор канала Хижина Музыкант. В чём секрет? Я уже говорил вам, наверное, тысячу раз это петь, петь, петь. Включаете оригинал, поёте по сотне раз. И вот так берёте нотки и учитесь попадать чисто в каждую нотку. Только тогда вы начнёте исполнять красиво и без запинок. Потому что вокал это тоже работа не взяли там и как запомнили мелодию, спели под чистой аккордой. Можно и так, но если вы хотите отличаться чистым голосом, чистым пением от других ребят, то нужно заниматься вот таким образом. Наглядный пример это CoolPlay группа, моя любимая группа. Сейчас, кстати, наверное, из-за того, что снимаю в селфи, вам задом наперёд видно. И также на гитаре всё было наоборот. Но я думаю, вы поняли всё, что я нажимал. Великая группа, моя любимая группа. Как я узнал, что вышла книга про данную группу, я сразу же её приобрёл на сайте bambora.ru. Даже есть фотографии, иллюстрации. Вот эти ребята, это наглядный пример, как нужно заниматься, как нужно работать. Тысячу студийных часов записи, тысячу часов репетиций, более 100-150 концертов за тур. Это выдержка. И самое главное, любовь и вера в своё дело. Нужно работать, как эти ребята. После этой книги я вдохновился просто нереально. Нереально. И поэтому я их включу в свой топ 5 лучших книг про музыкантов, которые вы, кстати, прочтёте на моём инстаграме. Ссылочку оставлю в описании. Ну а на этом наш разбор подошёл к концу. Благодарю вас за просмотр. Желаю вам удачи. Занимайтесь, ребята. Дальше будет легче, если будете сейчас упорно заниматься. Дальше будет круче песни, круче настроение, когда всё будет получаться. И всё будет зашибись, ребята. Главное, занимайтесь. Успехов пока.